Прежде чем начать обзор оперативного совещания, которое прошло у нас минувший понедельник, я бы хотел поговорить об одной возмутительной истории, которая попалась мне на глаза буквально вчера-позавчера. И это история, естественно, о несчастье, которое случилось в Училинском районе, где погиб ребенок, которого загрызли бродячие собаки. Эта история, конечно же, облетела все новостные ленты. Пожалуй, что об этом мы подробно говорить не будем. Но я бы хотел поговорить о вещах, которые сопутствовали этой истории. Отклики, конечно, на эту страшную трагедию были многочисленными и, пожалуй, что однообразными. Люди сочувствовали, люди ужасались, люди говорили, что это какая-то страшная абсолютная несправедливость. Но были и странные отклики. Например, на странице господина Мурзагулова, который в последнее время благополучно как-то отдрейфовал из башкирской политики в клаку общественные палаты и тихо там чего-то булькал. Так вот, на его странице появляется какая-то совершенно запредельная по циничности фотография, буквально в тот же день, когда случилась эта трагедия. На фотографии самодовольно улыбающийся Мурзагулов с ружьем и гигантским злобным псом наперевес. Все это очень странно диссонировалось той вот скорбной историей, которая приключилась в Училах. Но мне бросились в глаза не только эти вот ужасные образы самой картинки, но и комментарии под ней. Некий Искандер Утурбаев под картинкой Мурзагулова цинично прокомментировал, что небось это училинский пес. Ну, действительно, полно у нас как бы не очень здоровых людей с не совсем качественным и понятным чувством юмора, иногда заходящим за грани приличия и разумного. Я полюбопытствовал, кто же такой вот этот Искандер Утурбаев, и к моему величайшему удивлению Искандером Утурбаевым оказался Александр Сидякин. Именно под этим псевдонимом, гордо именую себя именем Александра Македонского, Искандер Утурбаев это тот самый Александр Сидякин. Но тут меня, конечно, совсем уже переклинило. Я думаю, ну, ребята, ну ладно, какие-нибудь там полудурки из глубокой провинции, откуда-то совсем не понимающие, что происходит, ну, может быть, им не то чтобы простительно, а как-то ладно. Мало ли идиотов на свете. Но это целый глава администрации Хабирова вот с таким, значит, хохотком начинает там небось училинский пес. Даже Игорь Стрижнев, который там в их компании трется, и тот как-то немножко, видимо, всполошился от такого комментария и подписал уже под комментарием комментатора свой комментарий. Что, дескать, нет, нет, конечно, не училинский пес. Но вот Игорю Стрижневу хватило разума понять, насколько это был циничный, насколько это был недопустимый комментарий. В общем, вот такая вот история приключилась вокруг этого всего. Я присоединяюсь к скорби тех, кто потерял ребенка в Училинском районе. Я понимаю, что проблему надо решать. И в первую очередь, конечно, нужно оценить действия главы Училинского района, который допустил вот эту историю с бездомными собаками на своей территории. Уже срочно собирается госсобрание. Я предвещаю, что по этому вопросу будут приняты срочные и абсолютно необдуманные решения. Мне что-то подсказывает, что снова на поверхность выползут все вот эти бизнесмены от уничтожения бездомных животных, которые попытаются в очередной раз выхватить свой кусок из вот этого государственного пирога финансирования решения проблемы бездомных животных. Ну, посмотрим, конечно. Ничто это не вернет погибшего ребенка и ничто не оправдает ни главу Училинского района, допустившего вот это безобразие, ни вот этих вот глумливых товарищей, которые в соцсетях такие вещи могут писать. Ну, вернемся к оперативному совещанию. Оно было очень коротким, чуть больше часа. В этот раз нетрадиционно коротким. Вступление Хабирова тоже было достаточно лаконичным. Традиционно Хабиров начал с кадровых изменений, которые у нас в последнее время идут косяком. Ну, по объяснимым причинам, потому что существенная часть правительства Республики Башкортостан находится под арестом. Все еще многие, видимо, рискуют пополнить ряды арестованных. Ну, в общем, надо новые кадры привлекать. Как я и предсказывал, свой пост утратила в правительстве Римма Бойцова. Ее наконец-то удалось убрать из этого комитета по предпринимательству. На смену ей пришел некий Фазылов Ниас Мансурович, который недолгое время успел поработать заместителем министра экологии и природопользования. Я не очень понял логики, честно говоря, вот этой рокировки. Бойцова, по словам Хабирова, остается с нами. Причем, я так вздрогнул, думаю, неужели в вице-премьеры. Нет, Бойцова оставляют доделывать недоделанное. В частности, видимо, Александр Геннадьевич похлопотал о том, чтобы все-таки за ней сохранили кураторство вот этого IQ-парка. Напомню, что многие аналитики и комментаторы связывают IQ-парк с интересами господина Сидякина. Ну, а приглядывать за этими интересами была поставлена госпожа Бойцова. Ни для кого не секрет, что Римма Юрьевна это протеже Сидякина. Он ее притащил и долгое время удерживал на этом достаточно хлебном посту. До тех пор, пока репутация Риммы Юрьевны уже перестала вмещаться в любые разумные рамки и в кадры видеокамер. В общем, с Бойцовой мы попрощались, но еще не совсем. Покончив с кадровыми перестановками и попрощавшись с Риммой Юрьевной Бойцовой, господин Хабиров перешел и пересел на любимого конька. Я имею в виду столь милую его сердцу статистику по индексу промышленного производства. Не смейтесь, пожалуйста. Я не знаю, почему практически на каждой оперативке Хабиров объявляет, что поступили новые статистические сведения. Ну, не могут они так часто поступать. Он все еще безумно гордится полупроцентным ростом вот этого индекса промышленного производства. Ну, нравится Раде Фаридовичу вот это вот замысловатое какое-то такое загадочное словосочетание индекс промышленного производства. Ну, неплохо звучит, согласитесь. При этом почему-то Хабиров умалчивает о другой статистике. Или не хочет о ней вспоминать. А может быть, ее, кстати, ему и не доставляют на стол. Ну, тогда я осмелюсь ее озвучить. Например, за три года в Башкортостане сокращено 94 700 рабочих мест. Это очень много. А за последний год, только за последний год, 2020 год, Башкирию покинули 46 тысяч человек. Имеется в виду, выехали за ее пределы и перестали в ней жить и работать. К сожалению, вот об этой статистике не говорит Хабиров. И мы можем предположить, что она его не особенно беспокоит. А это неправильно. Подытожив самовосхищение индексом промышленного производства, Ради Хабиров сделал весьма спорное заявление. Он заявил, цитирую, экономика готова быстро восстановиться. Совершенно непонятно, на основании чего был сделан вот этот фундаментальный вывод. Я надеюсь, что у Ради Фаритовича есть основания так заявлять. И очень хотелось бы, чтобы он нам тоже рассказал и поделился с нами основаниями вот такого серьезного заявления. Потому что о подобном выводе мечтал бы любой руководитель любого региона и даже любой бы страны. После той истории, которая у нас еще даже и не закончилась и в мире, и в России, и везде. Приспустившись на землю, Хабиров строго сообщил, что всю следующую неделю правительство будет заниматься ликвидацией последствий паводка. Ну, в общем-то, логично. Потому что всю предыдущую неделю народ Башкортостана вопил в ужасе от того, что происходит вокруг. И как странно ведет себя в этом году вода, казалось бы, не такая высокая, как бывало. Но урона она нанесла значительно больше, чем обычно. Это наводит на мысли о том, что ни силы МЧС, ни собственно власти в целом не были готовы к этому явлению природы. И теперь, как говорится, пытаются оббежать паровоз и побежать впереди него. Хабиров сообщил нам, что самый сложный этап паводка прошел. Тоже не факт. Также он с воодушевлением рассказал о том, что ему на почту приходит совсем мало писем с проблемами затопления-подтопления. С чего он делает вывод, видимо, по модели Прочаковской, что если мало пишут, то проблемы нет. Но хотелось бы напомнить уважаемому Радио Фаритовичу о том, что когда у человека затопило дом, участок, отключен свет, интернет и вообще все отключено, довольно проблематично писать письма из этой ситуации ему туда на электронную почту, как он выяснил. Но, и повторюсь, очень пагубно было бы делать вывод, который сделала мадам Прочаковская, что если не пишут о проблеме, то ее не существует. Это очень напоминает страуса, который сует голову в песок и как бы изолируется от того, что происходит вокруг. Далее оперативка перешла в рабочее русло. Первым вопросом, как обычно, был вопрос обсуждения ситуации вокруг COVID-19. Странно было, что докладчиком по этому вопросу был не Забелин, а первый замминистра здравоохранения Рахматуллин Азат Салаватович. Ну, всяк бывает. Возможно, Забелин в отпуске или в командировке или еще что-то. Но бывает. Пока не будем никаких делать далеко идущих выводов. Хотя там есть проблемы, конечно, у Максима Забелина. В общем, Рахматуллин несколько изменил стилистику доклада и стилистику выдачи вот этой вот статистики. Кстати говоря, эта стилистика меня больше вдохновила и оказалась более понятной. Например, господин Рахматуллин давал оценку, например, заболеваемости не за один последний день предшествующей докладу, а за всю неделю. Что, собственно, наверное, более информативно. Так вот, 799 человек за неделю заболело COVID-19 по официальным данным Минздрава. 1182 человека все еще находятся в больницах на излечениях. И господин Рахматуллин заявил, что расслабляться рано. Это очень важное заявление. Мы обязательно его отмечаем и еще раз вспомним. У господина Рахматуллин и о вакцинации, естественно, он сообщил нам, что 295 тысяч доз вакцины на данный момент всего получены республикой. Это около 6% населения. Кто-то уже успел вакцинироваться. И тут закончился доклад Рахматуллина. Хабиров сразу же очень бойко подхватил эту тему вакцинации. Он сообщил нам, что, цитирую, вопросы вакцинации мы забираем под контроль моей администрации. И тут же поручил, значит, Сидякину контролировать вакцинацию. Ну, я не знаю, с чем связано столь высокое доверие Александру Геннадьевичу в плане медицинских вопросов. Может быть, он какие-нибудь фельдшерские курсы успел закончить на прошедшей неделе. Но, тем не менее, Хабиров поручил курировать вакцинацию от сложнейшего и опаснейшего заболевания на территории Республики Башкортостан выпускнику вот этого архангельского неведомого вуза господину Сидякину. Ну, все было одно, но каким образом господин Сидякин будет оценивать эффективность, неэффективность вот этих процессов? Глубоко медицинские вопросы поручены вот этому вот товарищу с неизвестным каким образованием. Далее шел триединый вопрос о дорогах, ДТП, ЖКХ и чрезвычайных ситуациях. Голованова Ирина Александровна, которого все еще изображает из себя министра ЖКХ на оперативках, она нам ничего такого особенного не сообщила. Единственное, что там какие-то незначительные отключения газа произошли в Месигутово. В восьми городах отопление будет подаваться населению до пятого мая, хотят люди этого или нет. Ну, естественно, придется за это заплатить. А 24 апреля госпожа Голованова анонсировала грандиозный всебашкирский субботник, невзирая на проблемы COVID-19. Следом за Ириной Александровной, как обычно выступил господин Жульков, который упавшим голосом сообщил, что ДТП множится в республике, смертность на дорогах растет, уже перешагнуло нормативные показатели, смертность уже превысила на три погибших показателя прошлого года, который тоже, в свою очередь, не устраивал руководству республики. В общем, шансов у Виктора Михайловича Жулькова остается все меньше и меньше на исполнение вот этих заветов Хабирова. Ну, Жульков, собственно, уже в такой довольно привычной позе, на самом деле, находится. Весьма меня позабавило в отрицательном смысле выступление Гумерова Фарита Рифовича, который у нас отвечает за чрезвычайные ситуации в правительстве. Он сообщил о каком-то совершенно чудовищном количестве пожаров, которые случилось за последнюю неделю. 695 пожаров, в которых 9 человек погибло. Это чрезвычайно много. И там еще плюс 9 лесных пожаров и прочее, прочее. И вот по поводу наводнения Фарид Рифович вообще практически не говорил. Он почти не упоминал о том, что там, значит, у нас какая-то проблема с затоплением. Единственное, что он сообщил, внятного, это то, что примерно еще на 60-70 сантиметров в среднем поднимутся уровни рек по Республике Башкортостан. Уже после оперативного освещения стало известно о том, что Хабиров был очень раздражен лесными пожарами, и в том числе пожаром, который случился в непосредственной близости от его уютного жилища за городом, как-то он лично высказал этим всем нашим спасателям и ЧСовцам вот это свое недовольство. А на оперативке Хабиров высказал недовольство господину Спеля, который, по мнению Хабирова, недостаточно репрессирует у финских автолюбителей, которые опять бросились парковаться на газонах, как только с этих газонов сошел снег. Дабы не утомлять наших зрителей непонятными сентенциями и новостями будущего, я опущу доклад вице-премьера Муратова, который докладывал о успехах в области привлечения инвестиций, но в большей степени он докладывал о том, что собирается сделать. Вот, как говорится, когда сделает, тогда и поговорим. Примечательно, что на оперативном совещании заслужили доклад о подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и доклад это делала почему-то Ленара Хакимовна Иванова. Я с ужасом понял, что ее сделали ответственной за празднование вот этого светлого праздника. В общем, конечно, странно. Я не понимаю, почему за это отвечает Иванова. То ли это какая-то расстрелянная позиция, то ли она, наоборот, пытается оправдаться в глазах руководства республики. Мы знаем, что позиция госпожи Ивановой весьма шаткая и такая очень в последнее время ненадежная. Того и гляди, значит, пнут. В общем, похоже, что Ленаре Хакимовне надо немножко поднабрать очков. И вот теперь она руководит подготовкой к празднованию 76-й годовщины Победы. Во первых строках Ленара Хакимовна дала статистику по количеству ветеранов войны и участников боевых действий и прочее, прочее. Она сообщила, что у нас 493 участника Великой Отечественной войны до сих пор живы на территории Республики Башкортостан. Есть 84 блокадника и 91 несовершеннолетний узник концлагерей. Собственно, цифры эти, конечно, печально низкие. Мы помним все времена, когда ветеранов действительно было много, но все это было 20, может быть, 30 лет назад. Так что, конечно, к сожалению, время неумолимо и ряды ветеранов истончаются. Скоро, наверное, их не останется совсем. Такова жизнь. Далее Ленара Хакимовна сообщила нам о своих планах, собственно, о программе празднования 76-й годовщины Победы. Концерт, возложение цветов, парад, бессмертный полк, ну и так далее, и так далее. Оргкомитет возглавляет все тот же Саша Сидякин. На все руки мастер, он вам и укольчик сделает от COVID-19, он вам и праздник залудит на 9 мая. Ленара Хакимовна поведала, что 100 ветеранов рассадят на трибунах Горсовета, чтобы они могли насладиться военным парадом. Бессмертный полк в представлении Ленара Хакимовна станет самым массовым. И вот тут начались странные цифры. Ленара Хакимовна прогнозирует, что в бессмертном полку, вот в этой акции «Бессмертный полк», только в Уфе 9 мая 2021 года примет участие 150 тысяч участников. А всего по Республике Башкортостан примет участие 400 тысяч участников. То есть, ни много ни мало, 10% населения Республики Башкортостан. Я очень надеюсь, что это участие станет виртуальным, потому что если мы соберем 10% населения Башкортостана единовременно вместе, то мы точно получим вспышку какого-нибудь заболевания. И что-то мне подсказывает, что это будет COVID-19. Кроме всего прочего, власти в последнее время собрать больше тысячи человек добровольно в кучу не получалось вообще. О каких 150 тысячах в Уфе говорит Ленара Хакимовна, совершенно непонятно. Это даже более чем 10% населения города Уфы. Ну, в общем, я, конечно, в недоумении от ее планов. Я надеюсь, что она просто лишний ноль себя от страха добавила, чтобы понравиться начальству. Но 150-тысячной демонстрации в городе Уфе я себе сейчас представить не могу. Несмотря на все тревожные события, которые ждут нас в ближайшие дни, буквально завтра и так далее, но даже вот эти события не могут стать настолько массовыми, как предвещает нам Ленара Хакимовна. Выслушав Иванову, Хабиров заявил, что 9 мая самый главный праздник теперь в России, а санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет проведение массового мероприятия. Ну, собственно, вот эти слова должны услышать администрации городов и районов, те их отделы, которые занимаются разрешениями или согласованием митингов и прочих мероприятий. У нас много желающих на экологическую тему в Училах где-нибудь или в Баймаке пообщаться на митинги, на всякие политические темы, на темы БАШ-РТС, отопления, вообще всяких вот вещей. У нас созрело уже некое потенциальное желание, например, у дольщиков выйти помитинговать и прочее. Так вот, Хабиров сказал, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике сейчас позволяет проводить массовые мероприятия. Я не знаю, шла речь только о 9 мая, возможно, Радий Фаритович знает какую-то тайну и владеет информацией о том, что санитарно-эпидемиологическая обстановка оптимальна только 9 мая. В любые другие дни она, конечно, критически ужасна и никак не позволяет проводить массовые мероприятия. Не знаю, касается ли вот эта оценка ситуации санитарно-эпидемиологической в республике 21 апреля и многих других дней, которые последуют за этими датами, вот не знаю. Но Хабиров выразился именно так. Санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет проводить массовые мероприятия. Вот дословно сказал Хабиров. Завершая оперативку, Хабиров в своем Алаверде дал три очень конкретных поручения. Первое поручение было похоже на камень в спину господину Морзаеву. В прошлой передаче я предлагал все-таки догнать Морзаева и закрепить у него на спине, например, орден Салавата Иулаева в качестве благодарности за его деяние во благо народа республики Башкортостан. Но Хабиров, похоже, что предпочитает уже бросать камни в эту спину. Я говорю о том, что он заявил, что он два года ругался на то, что дорожная разметка на дорогах не держится. Это, естественно, в адрес господина Морзаева все это прозвучало. Ну, собственно, Радь Фареточ, а зачем вы ругались? Надо было подключить правоохранительные органы, выяснить, почему эта разметка не соответствует стандартам, ГОСТам или вашим представлениям о прекрасном. Возможно, была найдена какая-то причина. А то ругаться, знаете, как-то так по-домашнему. На кухне ругаются обычно. Ну, в общем, посетовав на нерадивость предшественников, Хабиров поручил Жулькову впредь не допускать подобного, чтобы разметка у Жулькова была совсем другого качества. Но, видимо, не до конца доверяя господину Жулькову, Хабиров поручил своему руководителю контрольно-счетного управления Уралу Нуровичу Фарвазову проконтролировать деятельность Жулькова. На всякий случай, вдруг Жульков, значит, как говорится, не совладает и его тоже беспопутает. Второе поручение Хабирова касалось наболевшего вопроса, вопроса улицы Комсомольской, в который раз Хабиров поручил Абдрахимову лично контролировать реконструкцию Комсомольской. Ну, я уже сбился со счета, наверное, пятый или шестой раз уже Абдрахимову это поручают. И тут, наверное, надо задуматься, а что так много раз одно и то же ему сказали, а он не делает. Он или плохо слышит, или плохо понимает. Ну, третьего не дано, да? Ну, либо надо громче сказать, либо в несколько иных выражениях. Но надо, конечно, справедливости ради отметить, что Абдрахимов, видимо, не в состоянии изменить ситуацию на Комсомольской по объективным причинам. Там все так плохо, что чудо случиться не может, и вот все эти обещания Грекова и стоящего рядом мрачного Абдрахимова, скорее всего, тоже будут недостоверными. А вот третье поручение Грекова, честно говоря, меня немножко обескуражило. Оно касалось реконструкции Советской площади, а точнее того монумента, который там будет возводиться. Речь идет о памятнике генералу Шеймуратову. Какие-то неведомые никому академики умудрились занести Хабирову какие-то картинки. Ну, вот одну из этих картинок мне удалось раскопать, я вам ее показываю. На которой меняется облик этой площади при помощи добавления туда какой-то совершенно эпической колоннады. Ну, в целом, конечно, это будет чистый Ашхабад. Вот если вот так это все получится. Я думаю, что Ашхабад даже немножко будет завидовать сейчас нам, после того, как у нас этот монумент здесь будет воздвигнут. Но подобный архитектурный безвкусицы, конечно, представить себе было сложно. Это, конечно, ну, во-первых, камень в огород вот этих вот неведомых академиков, которые прислали Хабирову, значит, эти картинки. Причем Хабиров как-то вот, ну, как всякий человек, который далек от искусства, архитектуры и скульптуры. Ну, причем далек вот от слова совсем. Судя по всему, Ради Фаритович всю жизнь был так занят чем-то важным, что никогда не соприкасался ни с изобразительным искусством, ни с какими иными вещами. Ну, много он прекрасного видел, но в основном это прекрасное было, видимо, какой-то венской архитектурой. Но одобрить сходу вот этот китч, это, конечно, недопустимо. И потом, почему один человек принимает решение? Я нисколько не сомневаюсь, после того, как Хабиров так многозначительно передал, значит, эти бумажки там своим подчиненным, конечно, они с радостью исполнят прихоть начальника. А может быть, все-таки какую-то комиссию, а может быть, какую-то группу искусствоведов. Вот этот вот ужасный ужас, который нам возведут, вот этот Ашхабад, который нам построят на Советской площади. Может быть, все-таки обсудим с кем-нибудь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok